В Саратове масштабное отключение воды. Они коснулись сразу трех микрорайонов города, в которых проживают около 400 тысяч человек. Как переживают временные трудности саратовцы и ради чего терпят такой дискомфорт, узнал Юлия Шишкина. В столовой на Соколовой горе новый временный сервис. Обед подают в одноразовой посуде. Все равно мыть нечем. В Саратове масштабное отключение воды. Пришлось подстраиваться. Блюда, которые обычно готовят здесь, в этот раз привезли в готовом виде. И заказали вдвое меньше, чем обычно. Вместо привычных 100 обедающих, в этот раз не более 50. Меньше. Меньше, да. Потому что многие организации не работают. Позакрывали многие, кто приходит к нам. Мы не работаем, мы не работаем в связи с отсутствием воды. В зону отключения попала вся северная часть Саратова. Солнечный, юбилейный, Соколовая гора. Вода исчезла в полутора тысячах домов Ленинского, Кировского и Волжского районах. Во дворах по графику организован подвоз воды. На улице Весенняя бочка на 6 кубометров прибыла к 10 утра. За первые 4 часа за водой пришли человек 30. В основном пенсионеры, школьники и домохозяйки. Ну как вы думаете без воды? Никак. У нас еще поминки сегодня просто происходят. Да, так что вот водой запаслись уже, но все равно вода нужна. Ну пить ее нельзя, она техническая все-таки, что мы берем ее из этого. Хоть и с Волги качаем, а все равно. Для этого она идет, для нужд. А так. Ну если ее скипятить, то можно и все варить. Связанные с данным отключением воды работы самые масштабные в этом году говорят на Саратовводоканале. Отключая добрую треть города, хотят убить сразу трех зайцев. Ввести в строй новый трубопровод по Сокорскому тракту. Подключить к постоянному водоснабжению строящиеся микрорайоны номер 9 и 10 в Солнечном и подготовиться к зиме. На одной из самых крупных подкачивающих насосных станций города, Вольское, меняют запорную арматуру. Эта старая задвижка в 2010 году сорвала отопительный сезон в Саратове. В декабре на ней обнаружили трещину. Пришлось на время ремонта отключать дома от тепла. Чтобы подстраховаться от таких сюрпризов и ставят новую задвижку. Деталь невелика, но без отключения никак, говорят специалисты. Ничем не отличается, по сути, от замены обычного крана в квартире гаража. Для того, чтобы поменять кран, необходимо отключить воду в стойке. Соответственно, мы в связи с тем, что запоры арматура большого диаметра и трубопроводы большого диаметра были вынуждены ограничивать снабжение достаточно большого микрорайона. Начать подачу воды собираются ночью с 4 на 5 августа. Но заполнение всей сети – процесс постепенный. Первыми начнут оживать краны в поселках Солнечный и 6-й квартал. А отдаленные районы, такие как Жасминка и Поливановка, могут получить воду к вечеру среды. Юлия Шишкина, Александр Бачков, Тимофей Печерский. РЕН-ТВ. Саратов.